Доброго времени суток, дамы и господа! 10.15 уже совсем скоро. Если мы обратимся к календарику, то увидим, что осталось меньше недели. Само собой, нужно знать, что нас ждёт, какие будут новинки и за что вообще стоит хвататься. Я выделил для себя некоторые основные новинки по приоритетности, которые мне интересны, а далее будут те, которые уже не очень интересны. Кратко о них поговорим и немножко выскажу своё мнение касательно введения той или иной механики, как она повлияет на вов. Более такие объёмные пункты будут уже рассмотрены в других видосиках, и это всё-таки нужно пощупать на лайве, то есть числа 12, 13, 14, и уже в тот момент что-то можно будет высказать и о чём-то поговорить, что как профармить и всё вот это прочее. Начнём, перечислю свой список по приоритетности. Первый пункт — это возможность улучшения вещей 441-х, 444-х в 447-е. Само собой, иметь этом левел выше — это всегда приятно. И если мы на текущий момент просто-напросто посмотрим и там левел вещей с рейда, с первых боссов, то что получается? 441-я двуручка, 441-е ступни, 444-й тринкет — это же не так много. Эти вещицы можно будет просто-напросто прапать до 447-го, даже если эта вещица была получена до старта обновления 10.1.5. Я люблю наращивать этом левел, я люблю рейды, я люблю всё вот это ПВЕ-одевание, поэтому для меня это, конечно же, самое главное нововведение. Под пунктом 2 в моём списке — введение мега-подземелья под названием «Рассвет бесконечности». Данж на 8 боссов, где нам будут падать 437-е вещицы, которые максимум мы можем апгрейднуть в 441-е. Круто в целом для каких-то твинков, может быть какие-то будут тринкеты интересные, можно рассмотреть данж в плане одевания. Также оттуда будет парой дропаться половинка искры с босса, то есть если вы отстали по прогрессу, или если вам нужны дополнительные искры на мейна, с целью того, чтобы прокрафтить, быть может, какую-то бижутерию, то почему бы и нет. К тому же мы будем вылутывать уникальные вещицы на трансмог, и также там будет квантовый скакун. Что это такое, с чем его едят? Это такой интересный итем, такой интересный маунт, который может при использовании выдать любого маунта из списка. Там список где-то маунтов на 20, и в основном это маунты с каких-либо данжей или с каких-то рейдов. В комментариях я закину полный список, и можете посмотреть. Быть может, вам нужен этот квантовый скакун, быть может, вам он вообще не нужен будет. Но задумка довольно-таки интересная, и я думаю, не только в дополнении Dragonflight будут фармить этот данж. Этот данж будут фармить и в следующих дополнениях тоже. Просто ради этого скакуна, ради того, чтобы испытать свой рандом. Третий пункт. Снятие запрета на межсерверный обмен. Хоть мы и играем на ру-серверах, мы считаемся Европой. Если мы откроем какие-либо сайты, там будет написано EU и в скобочках RU. Мы можем теперь обмениваться голдой, предметами, питомцами, реагентами, с людьми, которые играют, например, на сервере Tarren Mill, Silver Moon, Thermostepsel. В общем-то, опций масса. Можно будет как-то позаниматься даже черным рынком. Поскидывать, например, голду на персонажей, которые там находятся на богом забытых серверах, с целью того, чтобы просто-напросто поставить большую ставку на какой-либо предмет. Опций реально масса. Я уверен, каждый придумает для себя что-то свое. Четвертый пункт. Это порталы времени. Такие порталы, которые будут находиться в открытом мире, в Тальдазусе. Мы будем прокачивать репутацию. И они представлены в виде небольших сценариев. По типу путешествия во времени. С изумительными наградами для твинков. И косметическими штучками. Реально, награды для твинков крутые. Можно пододеться. То есть, если кто давно не играл, в целом фармить это событие, само собой, нужно. К тому же, в самом начале, когда игроков там будет куча. Чем больше игроков будет делать это событие под названием порталы времени, тем быстрее и легче вам будет его проходить каким-то голым персонажем. В этом вся суть события. Там фармим репу, тратим валюту на покупку косметики, шматья, одеваемся потихоньку, вытаскиваем ачивочки и всякие прочие ништячки. Пятый пункт. Это событие под названием Кубок Калимдора. С 15 по 28 августа мы, используя своих драконов, драгонфлайтовских, можем в Калимдоре летать по особым маршрутам. Кому это нужно? Ну, кому-то-то, может быть, и нужно. Там будет трансмок сет интересный, там будет броня для дракона. Но многие ли люди дождутся середину августа с целью того, чтобы по определенным маршрутам полетать в разных режимах в Калимдоре? Я думаю, немногие-то этим будут заниматься, но, само собой, ради получения наград это сделать стоит. Шестой пункт. На драктире я не играю, поэтому именно сюда этот пункт я закинул. Новая специализация под названием Усиление. Сильная ли она будет, слабая она будет? Посмотрим на практике. Будет реально видно, как она себя проявит. Возможно, будет какой-то тюнинг еще после того, как стартанет этот спек. И, быть может, что-то будет довольно-таки интересное реально для драктиров, и их игра преобразится. Седьмой пункт. Это нерв урона от аниксового колечка на 40%. Я буду чанхоли ДК, аниксовое колечко уже давно не ношу. Знаю то, что у многих классов, у многих специализаций, аниксовое колечко по урону было в топе, по-моему, у монахов, танцующих с ветром. Но, думаю, нет никаких проблем на текущую неделю заменить колечко, потому что стопроцентно у вас какие-нибудь запасные искры имеются, какое-нибудь уже заранее колечко продропано. Просто-напросто меняем, забываем об аниксовом кольце, и все. Довольно-таки удивительно, почему компания Blizzard не резанула урон от аниксового кольца в обновлении 10.1, а додержала это до 10.5. Вопрос довольно-таки интересный. Ну да ладно, такой вот приоритет получился. Уверен, у каждого он свой, у всех разные интересы в игре. У меня вот больше одевания, ПВЕ, у кого-то, быть может, трансмок и сбор каких-то коллекционных штучек. На этом все. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!